Чем живешь, Восток? Представители органов исполнительной власти побывали с рабочим визитом в Амдерме и Варнике. Проверяющие осмотрели социальные объекты и провели ряд встреч с коллективами и населением. Поговорили о расчистке поселковых дорог, вопросах продовольственной безопасности, качественной связи, строительстве жилья и социальных объектов. Репортаж Алины Ваучейской. Добраться из или в аэропорт Амдермы – настоящий квест. Застревает даже тяжеловесная техника. Что уж говорить о легковушках. Не такая проблема из года в год. Причины две. Первое – естественного характера. Открытое место обдувается ветрами. И, соответственно, когда выпадает снег, а в Амдерме его весьма много, единственную дорогу в воздушную гавань переметает. Утрамбовка не помогает. Слой вот такой. И потом, когда весной начинает это таять, здесь проезда вообще нет. То есть, по вашему опыту, технология только одна. Да, одна. Это штука ротором выкидывать, прочищать вот это. И нужно это было делать. Не в декабре месяце начинать, а начинать, как только выпал, первый с них и каждый день поддерживать. Тогда оно не будет ни заметать, и будет нормальная дорога. Отсутствие необходимой дорожной техники – вторая и основная причина, из-за которой амдерминцы не могут беспрепятственно добраться в аэропорт. Шнакаротор местных коммунальщиков использовать нельзя, так как на эту единицу попросту нет документов. Машину в свое время оставили военные, которые в 90-е покинули поселок. Ну, сейчас техник у нас вообще старый, как таковой нет. Нормальный техник, что-то бульдозер один, да и всё. А так технику надо нормальную, а так тогда и дороги будут хорошие. О дорожном коллапсе, который уже набил оскомину жителям Амдер мы говорили и на встрече с представителями органов власти. Сошлись на том, что без новой техники проблему не решить. На это лето мы запланируем приобретение какой-то одной, пока, видимо, одной, ну, максимум двух, если со средствами будет полегче, то две единицы. А так, пока одну единицу, но какую конкретно единицу, ну, конечно, это в первую очередь мы будем слушать, что скажет руководство Северного комсердия. Какая лучше для вас техника, для того, чтобы она работала продуктивно на дорогах. Техника техникой, но в ходе встречи с населением выяснилось ещё и то, что временно исполняющая обязанности главы поселения вовремя не заключила договор на расчистку 400-метрового участка дороги. Поэтому представители власти обязали Марину Даничеву в кратчайшие сроки решить эту проблему. Кроме того, жители Амдрамы подняли вопрос о продовольственной безопасности, в частности, о хлебе. Жители не устраивает качество выпечки. Здание пекарни настолько старое, что температура воздуха прогревается лишь до 6 градусов. По этой причине тесто попросту не поднимается. Хлеб в этой пекарне, в которой сейчас существует, печь и есть невозможно, потому что там практически почти минусовые температуры. Как пояснила временно исполняющая обязанности главы муниципалитета Марина Даничева, сейчас в местной администрации занимаются поиском другого помещения для выпечки хлеба. Ещё один вариант, который прорабатывается властями совместно с потребкой операцией – покупка и установка модульной пекарни. Мы примерно прикидывали, сейчас собирались, собрали информацию с учётом даже информации от департамента АПК, что стоимость вашей пекарни может влезть в 5 миллионов. Это не такие большие деньги, с учётом доставки. То есть эту сторону я считаю, что должен очень методично отрабатывать глава, но параллельно вам вместе с Севержевым сервисом, вы абсолютно правильно сказали, что её надо подключить ко всем инженерным сетям. И к канализации, и к воде, и к электроэнергии. Вот это место вам надо здесь найти, согласовать, тех условия запросить в Севержевском сервисе, чтобы потом не получилось, привезли и некуда ставить. Поинтересовались жители и о сроках ввода в эксплуатацию нового ФОКа. Спортивное сооружение должны были сдать ещё в декабре 2018-го. Сегодня здесь завершаются работы по установке инвентаря и обустройству душевых комнат. На объекте трудится 10 человек. В физкультурно-оздоровительном комплексе есть зал для тенниса, спортивные и тренажёрные залы. Проект на 98% полностью выполнен. Осталось пусконаладочные работы, запустить отопление и докрыть пожарный резервуар, доделать крышу здания. Если никаких проблем не возникнет с запуском и пусконаладкой, то к концу февраля будем передавать уже заказчику. В рамках рабочей поездки на запад представители власти посетили также посёлок Вардык, который расположен на острове Вайгач. Сегодня здесь проживают менее 100 человек. Работает Дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт и дизельная электростанция. Делегация осмотрела социальные объекты, а после встретилась с жителями островного посёлка. Цель поездки – это спросить у населения, какие основные острые проблемы у них на повестке дня стоят. Потому что иногда дистанционно, далеки-далеки от населенных путев мы иногда не знаем этих деталей, которые иногда очень важны для того, чтобы формировать нашу в целом государственную политику в отношении тех или иных проблем, возникающих у людей. Людям хочется жить лучше и лучше. Вопросы к связи. Мы объясняем людям проблемы, департаментам дают свои перспективные планы работы, мы им объясняем. Поэтому основные вопросы такие – жильё, связь, социальное обеспечение. По итогам рабочей поездки составлен список поручений по решению проблем. Рекомендации будут разосланы в профильные органы госвласти. Алина Ваучейская, Антон Водряков, телеканал «Север», посёлок Андрама и посёлок Варнак, Ненецкий округ. Субтитры создавал DimaTorzok